Совещание по вопросам строительства и промежуточные итоги работы в этой сфере проводится в области ежемесячно, поэтому крупных и масштабных проблем быть не может. Эта сфера находится под контролем руководства области, но недочеты и недостатки все же имеются. Именно их решение и устранение должно стать задачей номер один во втором полугодии. Итоги работы строительного комплекса области были озвучены на пленарном заседании. Детальный разбор основных показателей позволил определить приоритеты дальнейшего развития. Наш строительный комплекс в области мощный, он имеет опыт работы. И по сравнению с другими областями мы также строим больше, чем любая другая область, но это не значит, что мы решили все проблемы. И как раз на этом совещании мы должны определиться, в каком направлении нам идти, чтобы уменьшить издержки и уменьшить стоимость квадратного метра жилья. Вот самая главная наша задача. Долгостроение, качественное выполнение работ, несоблюдение сроков сдачи – это далеко не полный список вопросов, вынесенных на повестку дня и требующих решения. Так, к примеру, перенос ввода строящегося объекта даже на один месяц увеличивает его стоимость на 2-3%. Причин увеличения сроков может быть много, но впредь, по заявлению Виктора Саковского, заместителя председателя Брестского областполкома, такое положение вещей будет приравнено к чрезвычайной ситуации, и виновные понесут за это серьезное наказание. Одним из важнейших, доведенных показателем строителей является ввод в эксплуатацию жилья. По итогам первого полугодия введено в эксплуатацию 393,5 тысячи квадратных метров или 35,8% от гадового задания. Необходимо было ввести 550 тысяч или 50%. Из них индивидуальными застройщиками построено 319 тысяч, что составило 55,7% от общего ввода жилья по области. Сегодня стоит вопрос о том, что в дальнейшем, учитывая требования всех уровней, перенос сроков ввода будет рассматриваться только как чрезвычайная ситуация. Безусловно, такое внимание к проблемным моментам не должно перекрывать положительные тенденции развития отрасли. Современные новостроки отличаются изысканным дизайном, продуманной планировкой, а также качеством выполненных работ. И примером тому служат объекты, которые посетили участники выездного заседания. Серьезный и основательный подход, а также модернизация производственных технологий и учет требований к строительству жилищного фонда в данном случае не увеличил, а уменьшил стоимость квадратного метра жилплощади. А снижение стоимости без ущерба качеству – приоритетная задача. Мы были вот на двух объектах, качество хорошее. Ведь вы посмотрите, уже не видно тех сантехнических разводов. Одна батарея, все остальное скрыто в панели. Очень хорошее качество стен. Там уже не надо, например, выравнивать и ложить еще слой в 2-3 сантиметра толщиной, чтобы выровнять кривизну стены. Она ровненько, аккуратно, и там только осталось положить того-либо дурой цвета обои, наклеить, и никаких там проблем не будет. Совсем дурое качество. То, что у нас, например, было года даже 5 назад, и сейчас это несоразнимо, наши строители действительно в этом направлении очень серьезно подтянулись. Еще одним положительным моментом в развитии отрасли является уменьшение количества убыточных предприятий. На данный момент их 28, что на 6% меньше, чем в прошлом году. И работа в этом направлении не должна останавливаться, так как только тщательный контроль и постоянный мониторинг ситуаций позволят урегулировать сферу строительства и в скором времени решить жилищный вопрос.